Недавно мы протестировали одну из самых доступных мышей Razer, облегченную DeSeder. А сегодня у нас еще одна интересная новинка – набор Sinus Pro, в который входят одноименная клавиатура и та самая DeSeder. Казалось бы, ну и что? А вот что! Комплект стоит около 6500 рублей. Для Razer это очень мало. Посмотрим, что нам предлагают. Поставляется набор просто. Большая коробка, книжка с инструкциями, пара традиционных наклеек и сами устройства. Мышь нам уже знакома. Это чуть измененная версия недавно протестированной DeSeder 3500. Форма, клики, материалы – все то же самое, но характеристики другие. Для начала у этой версии есть боковые кнопки, и это здорово. С Windows работать гораздо удобнее, а в играх есть куда назначить переключение DPI или макрос. А вот сенсор проще. Это младший Avago 3050 с разрешением 2000 DPI. Маловато, но в большинстве случаев хватает и на Windows, и на игры. Придраться можно только к традиционной для Razer угловой привязке и довольно большой высоте отрыва в 3 мм. Теперь о клавиатуре. Делали ее специально для бандла и отдельно не продают. Внешне она очень похожа на старшую Black Widow. Классический прямоугольник, скос спереди и светящий логотип по центру. Лицевая сторона сделана из того же шероховатого пластика, что и мышка. Материал практичный, не собирает отпечатки пальцев и не притягивает пыль. Но если вы любите печатать на коленях, знайте, пластик может натирать ладони. На столе такого эффекта нет. Клавиатура уверенно держится за поверхность и не скользит. Она тяжелая, а к днищу приклеены 4 резиновые ножки. Есть тут и выдвигающиеся подставки, правда они не прорезинены. А вот кнопки отличаются. Это не механика, а обычная мембрана. Она довольно тугая и у нее нет отдачи при срабатывании. Впрочем, печатать и играть все равно удобно. Раскладка стандартная. Shift с Ctrl большие. Плюс исправлен основной недочет мембран. Блокировка комбинаций. В левой части клавиатуры можно одновременно зажать до 10 клавиш. Все дополнительное управление работает через комбинации с Fn. На ряд F1-F12 подвешены громкость, мультимедиа, яркость подсветки и пара игровых функций. F10 включает игровой режим. Блокирует клавишу Windows и такие противные комбинации, как Alt-Tab и Alt-F4. А F9 стартует быструю запись макроса. Еще несколько полезных опций есть в фирменной программе Razer Synapse. Тут и расширенный редактор макросов, и настройка игрового режима, а также возможность переназначить любую клавишу и выбрать цвет подсветки. Она у клавиатуры не особо яркая, зато может гореть синим, голубым или зеленым цветом. В той же программе настраивается и мышка. Опции похожи. Цвет подсветки, макросы, новые значения кнопок, ну и вдобавок разрешение сенсора и степень ускорения курсора. Перейдем к тестам. Мышь очень удобна. Прекрасно лежит в руке при любом хвате. Не скользит, а клики прожимаются по всей площади и четко отзываются на нажатие. Плюс за счет малого веса мышь бодро катается по любой поверхности. А вот сенсор оставил двоякое впечатление. В Doom и Overwatch он работает на пределе возможностей и мало похож на старших собратьев. Разрешение приходится выкручивать почти на максимум, а от этого страдает точность. Прицел сложно удержать в движении, а переход в снайперский режим получается слишком резким. Впрочем, в более спокойных играх это незаметно. Сенсора с лихвой хватает и на третьего Ведьмака, и на постройку городов в Сити-Скайлайнс, и даже на размеренную езду в World of Tanks. К клавиатуре претензий нет. У клавиш очень удобная форма и действительно нет проблем с комбинациями. Единственное, что мы не смогли прожать, это сочетание QW и R. Но где оно может понадобиться, не знаем. Если не сравнивать с механикой, Сайносо не уступает старшим моделям. На ней удобно и печатать, и играть, а фирменный софт с поддержкой макросов облегчает жизнь в ролевых играх. В общем, набор нам понравился. Он вряд ли подойдет профессиональным игрокам, но для тех, кто играет в свое удовольствие, это вполне неплохой вариант. КОНЕЦ